Это был, наверное, первый мой выезд за границу в горы, в шикарный такой курорт в Целямзе в 95-м году. Мы с женой туда переезжаем, едем на тот момент в самую дорогую мою поездку. И что происходит? Мы начинаем с ней ругаться. Мы ругаемся и прямо чуть ли не до драки, но вот именно у меня какой-то шок, что я столько времени, столько много денег заработал для того, чтобы до этой поездки. И я думаю, что это будет какой-то кайф. Но как раз-таки, когда ты откладываешь в семейной жизни решение каких-то проблем, то и ты их сдерживаешь, чтобы они не были. То есть, когда ты попадаешь на отпуск, ты все расслабляешься, и эти проблемы прямо вот полным каким-то потоком переходят в нашу жизнь. Вот. И мы там по красивым городам берем на прокат машину, шикарный. То есть, 95-й год, это еще страна не отошла от перестройки. Приезжаем, там все есть, все радостные, все такие отзывчивые, такой комфорт, такой уровень. Это просто было что-то такое неописуемое. И вот получается, что мы начинаем просто ругаться, и я начинаю просто цепенеть. То есть, буквально мне все начинает бесить, мне все начинает раздражать. Я просто не могу расслабиться. Я понимаю, что такая красота, но вот этот вот семейный дискомфорт – это просто вот что-то неописуемое. И я в этот момент решаюсь научиться кататься на сноуборде. То есть, все время катался на лыжах, а тут вот думаю, ах, все равно что-то, какой-то кайфа не получаю. Думаю, дай-ка просто потренируюсь. Я беру один урок по сноуборду, второй, три дня я тренируюсь на сноуборде. И на третий день вдруг я решаю, что все, я уже крутой, я могу кататься, и отправляюсь на самую высокую вершину. Начинаю спускаться до середины. Вот, приезжаю в то место, где как раз-таки катались мои друзья, моя жена. Вот, и вдруг падаю, и падаю так сильно затылком, что я теряю память. Я теряю память. И вот этот момент, то есть, опять-таки, какое-то время я был без мыслей, и потом, когда я стал все это сознавать, мысли потом все это обрисовали. Но это произошло потом, то есть, это произошло через 30, возможно, минут после этого события. То есть, мысли мои откручивали назад, и все это как-то языком объясняли. Но это было без мыслей. То есть, как, ну, сейчас я, естественно, через язык объясняю. То есть, я ударяюсь, и сначала было такое серое, такое месиво. Месиво, серое месиво, такой какой-то легкий такой шум. И в какой-то момент я чувствую, что я так приподнялся. И вот это месиво, и оно потихоньку-потихоньку начинает преобладать какие-то всевозможные очертания. Очертания где-то темные, где-то темные, где-то белые. И в какой-то момент включилась. То есть, как раз-таки из такого состояния осознанности, то есть, включился вот этот мыслительный аппарат. То есть, наш ум, он навел резкость. И я увидел некую резкость, увидел вот этот мир. И первое, что меня поразило, солнце. То есть, солнце, это вот я почувствовал от него такое тепло. И вот это какое-то вот именно божество, что это главное. То есть, это бог на земле, который дает вот это тепло. Дальше, как раз-таки, я ощутил некую мужскую энергию. То есть, ну, во-первых, произошла какая-то эрекция, то есть, когда вот мужская такая сила, и я почувствовал силу. То есть, опять сравнивая перед этим, то есть, я расстроился, мне ничего не получалось в жизни. А тут такую мощь, такой вот именно мощь, которая не на основе мыслей, а внутри. Такая сила, такая мощь, что я все могу. Вот этот момент и там вот этот вопрос там опять, кто я, что я. И я понимаю то, что не могу понять, кто я такой. И вдруг приезжает какое-то чудище, такое вот расплывчатое. Я так ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Я смотрю на это чудище глазами какими-то, вижу, что оно мне не угрожает. Опять ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Опять я смотрю на это чудище, и оно раз, и оно уезжает. Потом, оказывается, это подъезжала жена и спрашивала, все ли у меня нормально. Но в этот момент еще я не мог осознавать мысли, что это такое. Не мог распознавать слова. Еще немножко расплывчато ее видел. Вот. И я такой бум. Так. Там прикольно. Вот. Здесь некий момент, что здесь был некий дисбаланс, потому что я сидел голой попой на снегу. Было немножко холодно. И вот этот момент, что мне нужно как-то встать. Я попробовал встать, и равновесие пока не смог восстановить, потому что получилось отстегнуть. Ну, то есть уже чуть попозже, где-то я там уже не помню последствия, отстегнул сноуборд, и опять сижу. Опять кто я? Я не могу понять, как меня зовут, что меня, в какой стране. Но вот эта сила, она настолько сильная. И я понимаю, что даже если я не вспомню, кто я, что я, то вот эта сила поможет мне реализоваться. У меня нет страха. У меня есть сила. Как будто вот через меня все идет. Вот это такая мощь. Вот. Я такой понимаю, что мне холодно. Мне нужно как-то двигаться. И вот понимаете то, что вот это состояние, когда у тебя еще не включились какие-то мысли, не включились какие-то мысли, но все равно мое тело осознавало, что мне сейчас холодно, что нужно куда-то вот именно двигаться. То есть двигаться, и было прям ощущение, что вот нужно там двигаться вниз. Ну, и еще немножко на горе, то, что объявили предупреждение штормовое, и все там спускались вниз. И вот я взял доску. Ну, тоже на такой был момент. Брать, не брать доску. Думать, что-то какое-то куда-то тащить. Но, слава богу, взял в эту доску и пошел. Вот. Через какое-то время, момент, думаю, ну, опять куда идти? Кто я? Сел на доску уже. Опять как-то чуть-чуть передохнуть. И вдруг вспоминаю, что меня зовут Герман, но откуда я, что, что у меня есть ощущение, что у меня есть родители, как зовут родители, непонятно. И вот я иду дальше. И опять-таки вот появляются какие-то мысли, но ты видишь то, что ты можешь спокойно действовать без мыслей. Без мыслей, что тело, оно само как-то знает, кому как-то вот реагирует. Вот. Но потом, потом вдруг я увидел, ну, как, знаете, как некий индеец, наверное, я увидел вот этот мопед снежный, который перевозят. Вот. И вдруг вспомнил какое-то слово там такси. Такси. Вот. И вот этот мопед, он как какой-то вот такой механизм, который как-то вот именно работает, в котором спасение. Я подошел к человеку, который был на нем, и вот просто такси, такси. Он говорит, ноу-ноу-ноу такси, ноу-такси. И уехал. Вот. И я опять стою и понимаю, что мне холодно, и мне нужно идти наверх. Наверх, ну, как-то вот было прям ощущение, что мои там друзья, что мне нужно вот идти наверх. Почему? Потому что проще было спуститься, а наверх нужно идти. Я беру сноуборд и иду. И вот когда нету мысли, там такая сила, звериная сила. И ты спокойно начинаешь подниматься наверх, несмотря на то, что там уже довольно-таки прилично я скатился. Я приезжаю, прихожу наверх, безошибочно нахожу, где мои друзья, которые были удивлены, как я их нашел. Ну, я просто сказал, что, ребят, я вот ударился головой. Я не помню, не помню, кто я, кто мои родители. Говорят, а, придуряешься ты, как всегда. Вот. Вот был вот этот момент. Как раз-таки вот это ощущение показало мне, что можно действовать без мысли. И когда мысли приходят, можно действовать по мыслям. Это у меня произошло, когда я очень хорошо так поработал с радикальным прощением. И когда я выписал все свои желания, все те вещи, которые мне я не доделал и так далее. И в этот момент мой ум освободился. Я около дома сел на лавочку и попал в некое блаженство. То есть я вроде бы слушал, слышал голоса, звуки вокруг, но во мне было так хорошо, такое блаженство, такой кайф. Я вот в этом блаженстве сижу, что вот именно такой кайф, кайфую, восполняюсь, восполняю энергию и так далее. Восполняю, восполняю, восполняю. И здесь вот приходит мысль, но она приходит очень интересно, что когда в сознательности мысль, она приходит как некий прям главенствующий момент. Он приходит, и ты должен реагировать на эту мысль. А в этом состоянии мысль приходит, но она где-то вдалеке. Ты ее как-то рассматриваешь, она на тебя не влияет. То есть приходит какая-то такая мысль, то, что она так приходит, и она говорит, слушай, ну посидел в осознанности, хватит, давай, тебе нужно делать какие-то дела. Но вот эта мысль, она была, ну то есть в сознательности мысль это прямо некое, у тебя тело прямо реагирует на эту мысль, что нужно идти. А здесь вот эта мысль, она где-то в отголоске, какой-то как будто ветерок, какой-то отдаленный какой-то, то есть она не имеет на тебя какой-то вот мысли. Ты спокойно эту мысль можешь просто хлоп и опять уйти такой в блаженство. Вот, и опять через какой-то момент, ну вот, если ты будешь сидеть в блаженстве, там мы ничего не сделаем, мы ничего не достигнем и так далее. Через какой-то момент я думаю, о да, мне нужно из этого блаженства выходить. Я делаю первый шаг и хлоп, и в этот момент я из осознанности попадаю в сознательность. И здесь всей моей жизнью начинают руководить уже мысли, то есть они, ты их сознаешь, но они в то же время тобой руководят. В осознанности мысли, они отдаленные, это какой-то ветерок, ты можешь обращать на них внимание, не можешь, но в сознательности твое тело реагирует, то есть в осознанности эти мысли, это как будто что-то нереальное, и твое тело не реагирует на них. А в сознательности ты осознаешь мысли, и ты видишь реакцию, эмоции на эти мысли. Вот, значит, и вот это блаженство, это такой кайф. Вот, я рассказываю своему другу, он говорит, слушай, да это же просто божественный промысел, это же просто вот именно получается так, что не всем это дано, а ты из него вышел, да как ты посмел, да тебе не вернется. И в следующий раз я сажусь на эту лавочку, очень быстро я вхожу в это состояние, и я уже кайфую там 3-4 часа, просто вот именно пока там не замерзаю, вот в этой особенности она очень, она очень такое комфортное состояние восстанавливает психику. Но в этом состоянии нельзя что-то решать, ты просто кайфуешь, в этом состоянии у тебя нет желания куда-то идти, ты вот уже полностью цельный, в тебе все есть. Вот, и вот это вот состояние как раз-таки следующий момент. То есть, ну, вот здесь я прошу извинений, я точно не могу сказать. То есть, по моим наблюдениям, есть несколько состояний осознанности. Первый момент осознанности – это когда ты не понимаешь, как будто ты вот упал в обморок, и ты не помнишь, что было. То есть, например, когда я играл в баскетбол, то в юности у меня очень часто такое было. То есть, я выхожу на площадку, и я когда выхожу из площадки, я не помню, как играл. То есть, это для меня было шоком. Вот, и когда ребята начинают говорить, а помнишь, там вот ты мне паздал, а помнишь, там мы тебе хлопали. И в этот момент сознание выстраивает, то есть, вот этот пробел, она выстраивает в мыслях, в памяти и так далее. Но вот этот первый момент, когда ты не помнишь. То есть, я помню, когда, например, боксом занимался, опять-таки, выхожу в поединок, не помню, что такое происходит, выхожу из поединка, все, партнер капитулировал, все, уй, как ты классно. Помню какие-то драки, опять-таки, хлоп, у тебя выключается все, и в этот момент ты делаешь очень эффективно, побеждаешь там трех хулиганов, и ты выходишь. Это первый момент, когда ты полностью в какой-то отключке не помнишь. Второй момент, когда ты вот именно действуешь, вот как, когда я потерял память, ты просто действуешь, и у тебя нету каких-то мыслей, но ты как-то вот это все, ну, как-то, может быть, потом ты это осознаешь. И третий момент, когда есть мысли, есть ощущения, но они тебя не трогают, они где-то далеко на перфирии и на тебя не влияют.